Дорогие друзья, глубоко уважаемые враги, снова рад всех приветствовать. Меня зовут Александр Кор и это канал Дневник Пенсионера МВД. Дневник Пенсионера МВД Дневник Пенсионера МВД Значит сегодня у меня срою, почему выпуск немножко позже, быстренько его подготовим, быстренько его сейчас смонтируем и уж что сроу за качество может не судите, если так, то все побыстрее, побыстрее, побыстрее. Ну, объявление, назовем так объявление. Значит сегодня, сегодня, ну сегодня уже мы пропустили, сегодня у нас на, за окном, 6 сентября 2021 года. Сегодня в 11 часов дня, завтра и послезавтра в 9 часов дня на улице Обручево, это как и для сотрудников полиции, именно сейчас касается ЕБДД и для гражданских сотрудников, которые будут находиться завтра в 9.00 и послезавтра в 9.00 на улице Обручево. Напротив Рео у памятника, это большую часть касается сотрудников полиции, те, которые не успели прочитать в группах указания, которые им дает их руководство. В частности, по нашей информации имеется такая информация, что Бьербенцева Енадий Николаевич распорядилась, но понятно, что Енадий Николаевич у нас исполнитель, верный, ну поняли кто, да, верный. Все сотрудники 2-го батальона в частности, про 1-й пока не говорю, тоже получат, скорее всего, потому что, скорее всего, указание дано сверху, автобусом вывозятся добровольно, принудительно, принудительно на улицу Володарского к зданию ГУ, где они каким-то образом должны получить по спискам открепительные удостоверения для голосования. И в дни голосования, голосовать на том участке, ну по-моему, на том же участке, где и куда их и привезут. Это либо ВГУ корпус будет, либо там, может быть, и в здании ГУВГВД им организуют сбор, то есть указание поступило, под контролем, под надзором. Раньше просто, когда мы служили в прошлые выборы, подавали просто списки, кто проголосовал, не дай бог не проголосовал, проголосовал, не проголосовал у себя на участке. Теперь, друзья, будет дядя за вами наблюдать. Пришел, проголосовал, ну и понятно, как проголосовал, то же самое. Так что, кто хочет на этот парад посмотреть, всех приглашаю, друзья. Завтра можем прийти вместе с вами, послезавтра приходим, машем ручками с знакомым, товарищем, полицейским, как они уезжают, как их погружают в автобусе. Гражданская форма одежды, кстати, тоже приветствуется, в группах так и пишут, можно в гражданской форме одежды, не обязательно в служебной. Приветствуется, значит, вас туда доставляют, товарищи сотрудники, вы получаете открепительные, и обратно автобусом вас на Обручев вернут. Своим ходом нечего туда кататься, искать, где машины ставить, видите, все для вас, все условия созданы. Спасибо руководителям, спасибо руководству ГУ, спасибо лично Бербинцу Геннадию Николаевичу, Геннадий Николаевич не подводит, уходит на пенсию все-таки. Спасибо вам, друзья, что мы все-таки обратили внимание на него, и поверьте, не без нашей помощи он уходит. Видимо, поняли его покровители, руководители покровителей, как я говорил, которых имена нельзя называть, но пока, значит, что может дальше нитка потянуться, и все-таки мы пендали под зад, ну, виртуального вставили. Уходит сейчас на, куда там, отпуск или что там, он берет, выгребает, и с последующим увольнением. Иена, ветер тебе в спину, но перед этим, как бы еще очередное, это незаконное действие хочешь провести. Мы поприсутствуем, мы это обязательно запечатлим, постараемся, может быть, на видео, вот, может быть, кто-то запечатлит. Друзья, вас попрошу, если вдруг будете там находиться, кто будет на обручу, пожалуйста, в 9.00, ну, пораньше там, придите, сбор у сотрудников, будет пазик стоять. Стоять, обратите внимание на этот пазик, просто хотя бы вокруг обойдите, снимите, как сотрудники садятся, а мы дальше репортаж еще сделаем. И контакты есть, мои группа ВВК создана с аналогичным названием «Дневник пенсионера МВД», Александр Корк, пожалуйста, туда присылайте видео, туда присылайте файлы, будем все отслеживать, будем все публиковать. Ну, вот, друзья, вот такая вот история, я сегодня затягивать не буду, вот такое вот объявление, значит, больше оно направлено на то, чтобы сотрудники не попали под удар, сотрудники полиции, чтобы сотрудники, которые, не дай бог, сегодня не прочитают, еще раз повторюсь, сообщения в WhatsApp, в группах WhatsApp, в которых разбрасывается вся эта информация, значит, услышьте здесь, на канале. Значит, у кого есть возможность с собой, тоже приветствуется гражданским лицам, если есть возможность или есть знакомые, например, работники оркестров, можно оркестр под прощание славянки, этот автобус поедет, мы как бы тоже будем под аплодисменты, что спасибо руководителям ГУ, что вот так вот свой личный состав под надзором ведете голосовать на выборах. Что же подумает о вас Владимир Владимирович Путин? Как вы так вот, вот таким вот образом действуете? Что они, ауи! Да, да, тем не менее, Конституцию потеряли где-то, потеряли и давно, наверное, не читали. Ну, вот так, вот так, друзья, вот так коротко, вот так вот незатейливо, но мы семимильными шагами идем туда, куда мы идем. Куда мы идем? Напишите в комментариях, пожалуйста, друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу. Понятно, что вы негодяи и маргиналы, напишите, что менты вам так и надо, не нравятся, увольняйтесь, вот, тем не менее. Но, но, давайте объективно, давайте объективно, потому что это не только в полиции происходит, это сейчас, ну, не будем, пока у нас конкретно объявление именно для полицейских и именно для сотрудников ЕВДД. Друзья, еще раз, сегодня в 11 часов был автобус, кому посчастливилось в первых рядах, вот, кто-то упирается, не рекомендую этого делать, потому что ситуация потом у вас будет, пока действует, в частности, вот, Геннадий Николаевич Бербельцев, она станет негативной, будет преподнесена, вы как сотрудник, да, при чем тут даже списки подадут тех, кто поехал, и списки останутся тех, кто не поехал. Все, все, блядь, больше никому ничего не надо. Ну, например, для второго батальона выход тут простой, многие просятся с нового Анненского взвода в Воронеж, сотрудники, там положительных много сотрудников, А негодяи, негодяи, в которых вас запишут, моментально вас запишут, это список негодяев будет, которые не поехали, не получили открепительное и хотели воспользоваться своим конституционным правом. Даже при том, при всем, что эту конституцию уже поменяли руководители, более, выше стоящие руководители страны, как надо и как должно быть, ну, на их взгляд, наверное, да, и на наш взгляд народа было голосование. Тем не менее, и эту новую конституцию нарушают. Как ее нарушают? Приходите, завтра в 9, приходите, послезавтра в 9, ну, приходите, я имею в виду, если есть желание. Или те лица, которые будете в очереди стоять в РЭО, или там на завтра, какой день, недель, вторник, там у них нет комиссии, ну, тем не менее, кто будет в ГАИ, посмотрите, обратите внимание. Друзья, буду благодарен за видео, за любое, за любые там ракурсы, потому что сам постараюсь там поприсутствовать, вот, поздороваться с коллегами, проводить тоже, дать напутствие, может, новенькое подскажут. Ну, а новенькое, в принципе, и так знаем, но, тем не менее, пообщаться, хорошее мероприятие. С другой стороны, когда автобусы вернутся с данными сотрудниками, есть повод, есть повод собраться, обсудить все это, посидеть, поговорить, за чашкой чая. Но не за рулем, друзья, ни в коем случае не за рулем, если за рулем, то за чашкой чая, потому что до выборов можно не дотянуть в статусе сотрудника полиции. Поэтому всех благ, всем удачи, голосуйте так, как вы считаете необходимым голосовать, вот, и всего самого доброго, самого теплого. Ну, и что, конечно, в завершении моего видео всегда, как обычно, ставшая девизом уже у меня, у моих подписчиков, да у нас, у нас. Смешно, конечно, но скажу, друзья, отстаивайте свои права. До новых встреч, ждем выборы. Субтитры сделал DimaTorzok